Залив замерзал, необходимости держать здесь гарнизон не было. Враг не мог пройти, но замерзал залив. Сейчас в помещении Казабра находится музей маячной службы Кронштадта. Именно на Балтике зародилась служба маячная, призванная обеспечить безопасность судоходства. А здесь оно всегда было связано с огромным риском. Не всегда было лоцмосты, но с которыми пройти кораблю здесь было просто немысленно. Итак. Которые были способны предметовать попадание вражеских снарядов. КОНЕЦ 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 Итак, давайте соберемся, а вот какие замечательные, грубые говорили, не нужно, но... Итак, мы с вами находимся на батарее шведов. Вот уже в середине 19 века стало понятно, что вот эти высокие порты, которые представляют прекрасную мишень для вражеской артиллерии, по них трудно не попасть. Их строить смысла нет, поэтому старались сделать более приземистые укрепления, которые являются менее заметной и удобной мишенью для врага. ПОЗИТИТ Мы сейчас с вами повернем направо. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другими словами, это порядка 35 сантиметров в диаметре внутренней ствола. Масса снаряда этой пушки была порядка полутонны. До фарватера здесь 300 метров. И вот эти пушки, которые не имели даже станины, то есть средства наведения, они стояли нацеленные в определенную точку на форматоре. Идея была в том, что выстрел такого орудия, сделанный в упор, потопил бы любой, даже сильно бронированный корабль того времени. За что говорить, и современные корабли ни один, пожалуй, не переживет выстрелом такого орудия, сделанного в упор. Идея была замечательная, но когда дошло до осуществления, оказалось то же самое, что и с батареей шведы. Пушку перенацелить было нельзя. Их две стояло. Они стояли в коридорах параллельно друг к другу. Оказывается, что если время проведения выстрела выбрано неправильно, хотя бы минутой раньше, минутой позже, вражеский корабль, двигаясь как раз даже на средней скорости, успевал проходить сектор обстрела. А перенацелить ее было уже нельзя. На перезаряжание, а оно было раздельным, уходило до пяти минут. Соответственно, сделав один залп, эта батарея потом молчала. И получила она в итоге название батарея кинжального огня. То есть как кинжал. Один удар попал, убил. Нет, значит... Прямо перед нами холм, в котором размещалась самая мощная батарея Кранжанской крепости. Здесь скрытые в глубине холма стояли две пушки калибром 14 дюйма. Другими словами, это порядка 35 сантиметров диаметром внутренней ствола. Масса снаряда этой пушки была порядка полутонны. До фарватера здесь 300 метров. И вот эти пушки, которые не имели даже стамины, то есть средства наведения, они стояли нацеленные в определенную точку на фарватере. И идея была в том, что выстрел такого орудия, сделанный в упор, потопил бы любой, даже сильно бронированный корабль того времени. За что говорить? И современные корабли ни один, пожалуй, не переживет выстрелом такого орудия, сделанного в упор. Идея была замечательная, но когда дошло до осуществления, оказалось то же самое, что и с батареей шведы. Пушку перенацелить было нельзя. Их две стояло. Они стояли в коридорах параллельно друг к другу. Оказывается, что если время проведения выстрела выбрано неправильно, хотя бы минутой раньше, минутой позже, вражеский корабль, двигаясь как раз даже на средней скорости, успевал проходить сектор обстрела. А перенацелить ее было уже нельзя. На перезаряжении оно было раздельным. Уходило до пяти минут. Соответственно, сделав один залп, эта батарея потом молчала. И получила она в итоге название батарея кинжального огня. То есть, как кинжал. Один удар попал, убил. Нет, значит... Умыт. Специально Sheila. Не и так сидеть. И совсем удобно доязнь. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день! Мы вас приветствуем на борту нашего теплохода Москва. Меня зовут Наталья, я буду вашим экскурсоводом и расскажу вам про те объекты, которые мы сегодня в акватории увидим. На всякий случай, напоминаю, мы находимся на борту и любое судно на ходу при неправильном поведении может быть источником серьезной опасности. Поэтому убедительно прошу, будьте внимательны. Здесь у нас остался остров Котлинг. Там, на этом острове, город Кронштадт. Если бы мы сейчас захотели повернуть налево, мы бы двигались на восток. И 25 километров прошли бы и попали бы в устье реки Нилы, город Занкт-Петербург. А если бы мы сейчас захотели повернуть направо, мы бы двигались назад. И, собственно, там просторы Балтийского моря. Мы сейчас движемся на юг, южному берегу. И, обращаю ваше внимание, мы сейчас дорогу будем переходить. То есть мы сейчас пересечем Фарватер. На самом деле, когда мы были ехали по Даме в Кронштадт, например, то мы пересекали ни одну Даму, ни по Даме, ни ехали. И комплекс защитный сооружительный Петербург, автомобильную дорогу вокруг Цербурга. Причем мы сейчас проходим так называемое судопропускное сооружение С1. Его обозначают, ширина его пролета 200 метров. Это фактически и есть ширина фарватера. Он довольно узок. То есть вот эта единственная дорога из Балтии в Петербург, морская, она очень не широкая. И сюда здесь крупные морские могут проходить только караваны. То есть они могут следовать только одно за другим. Два судна, идущих навстречу друг другу, на фарватере разойтись не могут. Слишком узко для этого. Поэтому важно сдача диспетчера организовать данистику таким образом, чтобы суда двигались сначала в одном направлении по фарватеру, потом в обратном, чтобы не пересекались. Комплекс защитных сооружений строить начали уже довольно-давно, в 1979 году. Объект вызвал массу ожесточенных споров, особенно с участием экологов. Разные точки зрения были и даже строить неостанавливали практически на десятилетия. Форт Павел, который справа от нас, он был в два раза больше, чем форт Александр слева. В таком плачевном состоянии он сейчас по одной простой причине. Технологии постоянно изменяются. И постепенно это приводит к тому, что форты в какой-то момент свою актуальность теряют и их уволят из состава боевых сооружений. Вот форт Павел был выведен из состава боевых фортов, собственно, в 1797 году. Потом там расположилась следственная морская тюрьма, а потом на территории форта расположился склад. И заверовали огромную территорию от Ладожского озера до самой Нарвы. И таким образом Россию практически на сто лет отрезали от выхода в Балтику. Естественно, это плохо скрывалось на развитии страны. В море вода всегда одинаковая на своей поверхности. И нам, как правило, не видно, что под этой поверхностью происходит. Где отмыли, где какие-то объекты затонувшие, где глубоко, где форматор. Поэтому моряки используют логикационные знаки. Они разные бывают. Маяки, например. Но маяком не каждая башняка может называться. Есть буйки, вешки, плавучие. У нас слева и справа мы их видим. Красные, зеленые, черно-желтые. И как раз обозначают объекты подводные. Отмели, форматор. Таким образом помогают ориентироваться. А есть створные знаки. Створы всегда работают парами. Это всегда две башенки. И нам, чтобы идти правильно и безопасно, нужно идти так, чтобы мы одну видели строго за другой. Как говорят, чтобы мы шли в створе. Но если мы на них смотреть будем ночью, башенки тут не видно, и поэтому на них зажигают огни. И тогда мы должны идти так, чтобы один фонарик был строго виден над другим. И поэтому задний створный знак всегда выше пледы. Такой очень характерный вид Америка. У нас сейчас строго с правой стороны. И вот самое главное у нас сооружение, справа по борту, форт Кроншлот, о котором мы сейчас говорили. То есть начало-начало Кронштадтской крепости. Как он был построен? Ведь распоряжение Петру дал осенью 1703-го. Форт был готов уже весной 1704-го. То есть его строили зимой. Каким образом? Существует технология забытая, древняя новгородская. Вот обращаю ваше внимание. У нас сейчас с левой стороны остров Котлин, на котором Кронштадт располагается. Так вот Котлин это единственный естественный остров здесь в акватории. То есть в 18-м веке других здесь не было. И абсолютно все. Когда построили гавани в 18-м веке, батарея потеряла свою актуальность там на берегу. Вот то сейчас мы видим стеночку с белыми цифрами. Это сооружение батареи Александра Меньшиков. Ну, собственно, таким образом орудия выдвинули тогда еще ближе к параватору. То есть ни одно судно, как тогда, так и сейчас, в принципе, проскочить незамеченным не может. Параватор довольно четко, надежно обстреливался двух сторон. Так вот, как строили? Выбрали вот эту отбель. Глубина была полтора метра. Если зимой срубить топором елку или сосну и бревно поместить в воду, и потом из воды больше не вынимать, тогда такое бревно фактически будет нам служить вечно. И вот на выбранном месте на лед привозят эти бревна. И там сооружают так называемые ряжи. Ряжь – это, по сути, избушка. Это сруб. Но в этой избушке, представьте, нет крыши, нет оконных дверей. То есть такая коробочка из бревна. Коробочки эти были 6 на 10 метров, и высота они были 3-3,5 метров. Подрубают вокруг лед, и ряжь опускается на дно. Таких ряжей можно опустить много. Поскольку глубина небольшая, а ряжь в высоту 3 метра, даже 3,5 метра, верхний край ряжи будет над поверхностью воды выступать. И вот на этом основании бревенчатый настил, и дальше строить можно все, что нам захочется. И вот таким образом были построены форты, о которых мы говорили. Форт Милютин, так строился в начале 19 века. Форт Байвелл, форт Кроншвот. Их строили на ряжах, деревянными. Но поскольку мы говорим тут регулярные наводнения и ледоходы, то любое сооружение из дерева долговечным не будет в таких условиях. И нужно вспомнить одно из самых крупных, известных наводнений Петербурга, которое случилось в 1824 году. Вот тогда, в ночь с 6 на 7 ноября, уровень воды поднялся на 4 метра. И вот чтобы прикрыть эту территорию, построили следующий форт перед нами. Он у нас сейчас прямо по курсу. Мы его тоже правым бортом скоро оставим. Довольно близко к нему подойдем. Это форт Император Александр I. Форт строился уже в другое время, по другой технологии. Это уже была другая эпоха. Во-первых, очертание его очень характерное, очень характерный облик, узнаваемый. Форт хорошо видно с разных точек, форт довольно большой. Так вот, несколько таких фортов в мире существует еще, очень на него похожи. И знаменитый форт Боярд на Нормандском побережье Франции, очень на него похож. Есть несколько фортов поменьше, чтобы саму стройку защитить от наводнения, от ледоходов. Строили в 30-е годы, к 42-му году, в 19-го века стройку закончили. И здесь в основании форта больше 5000 свай забито. То есть забили сваи, пространку заполнили бетоном. Причем бетон не современен, тогда их такого не было. Это был бетон на основе извести гидравлического. Тем не менее, постройка стоит надежно. И вот дальше на этом основании и сваи, и бетон укладывали гранитные блоки, возводили кирпичные стены. И вот сейчас у нас хорт справа по хорту, мы довольно близко подошли. Обратите внимание на его нижний ярус, токоль. Вот он имеет такую параболическую форму, не случайно. Это для того, чтобы волна отбивалась. То есть волна отбивается, и стенки выше не смачиваются. То есть таким образом достигается лучшая сохранность самой кладки этого здания. Ну, если, конечно, мы говорим про наводнение или что, там уже, конечно, другая ситуация будет. Ну и опять же... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok И этой же деятельностью занималось училище до революции 17-го года После революции это матросский клуб А с 90-х годов филиал Центрального военно-морского музея В начале 19-го века в нем учился замечательный человек, исследователь севера Петр Кузьмич Пактусов Во многом ему мы обязаны освоением арктических наших земель В то время было чрезвычайно сложно путешествовать на север Никто не знал условий, в которых предстоит жить и зимовать Было много неизвестности Моряки плавали к новой земле, но не высаживались, как, к примеру, делал Литке И вот Пактусов, закончив в течение Мичмана училище Организует Он какое-то время работал картографом на севере Потом организовал свое путешествие к острову Новая Земля в 1832 году В сложнейших условиях они зимовали на острове Он вел подробные дневники, в которых описывал... Давайте чуть-чуть сниемся В которых описывал все, что происходило с ним и его командой Корабли в Голосской Кузьмине воду зачеркнули тут же за бортом Поэтому корабли довольно быстро подрывалось ракушками В черви заводились компонентальные Их можно было сделать только в этих блоках Куда корабль заводился, вот так, что развода А почему так было? А что это было? А что это было? А что это было? Реклик с ложками? Ничто мне не стояли Сделавшиеся куда-нибудь на корабле Остапается вверх, подобно Петербург На транспейне, который здесь, надо поворачивать Становится параллельно, а не к каравам Слева вдали видно черные ворота Вот те, которые вверхали в настройстве Док Петровский Это ворота века 19-го Решили расширить полетное пространство И часть каравов превратились в Док А вот те, которые вдали Это именно в ворота, где начинался Петровский Док И по изначальному проекту Мы на ирожили Петербург Мы на ирожили Петербург У нас было возникли огромные башни маяк С двумя опорами с правой селем Под которые уже были забиты с маяц Дальше было большие селоны с правой селем Которая оближалась в А А это вот этот мост дает ворота? Конечно, не этот вначале Был голландский на первокиловесах двухарочный Через канал проходил корабль Попадал в устройство С помощью которого его можно было разворачивать В ту или иную сторону Чтобы заполнять все пространство дока Когда все было готово Закрывали шлюз тот самый Вдали черный И дальше происходило самое главное Вот эта часть дока Она продолжается обратно Если здесь и в доке 6-7 метров глубины То здесь уже порядка 10-12 метров За счет перепада высот Когда открывался шлюз Сливающий воду Вода стекала за 2-3 дня Стекала и накапливалась в специальном бассейне Уровень которого еще ниже Все было просто и эффективно Иван Круз Ну а уже в веке 19-ом Главным командиром был Фадей Фадеевич Беллинсгаузен Один из двух моряков Которые открыли в своей кругосветке Континент Антарктида Вместе с Лазаревым они совершили Подвиг пройдя Буквально к берегам Антарктиды Сквозь ледяные поля Чего не мог сделать ни один корабль До них Уже в начале 20-го века Здесь Главным командиром Служил Степан Осипович Макаров Знаменитый морян Который многое изменил В способах ведения войны на море В том числе и полярный исследователь Который на ледоколе Ермак Дважды пытался достичь Северного полюса Макаров возглавил 3-ю тихоаканскую эскадру Которая пришла в порт Артур из Кронштадта И погиб при обороне порта Артура При взрыве В отрыве на мине его броненосца Петропавловск Мы на Якорной площади С вами увидим памятник Степану Осиповичу Макарову А сейчас мы с вами пойдем направо Через дорогу к памятнику Петро Великого Как я уже говорил ранее Здесь раньше на месте парка Плескались воды залива Береговая линия была где-то в районе улицы По которой мы с вами шли Строя док и канал землю высыпали сюда и образовалась большая площадь Которую назвали площадью Арсеналь И здесь проводились парады и смотры кронштадтского гарнизона Арсеналь В этих годах Николай Первый решает поставить здесь памятник основателю Петербурга и Кронштадта Петру Первому И приурочено это было к 132 годовщине со дня победы в Полтавской баталии Причем композиция памятника идея его как раз и отталкивается от Полтавской битвы От событий которые произошли в этот знаменательный день Перед Семеновцами и Преображенцами напали на стоявшие близ берега два шведских пусто Сняву Острин и Бот Федеон Взяли их в плен и привели их под службу За это им присвоили обиды На памятнике нанесена надпись выдержка из приказа который отказал Петр Покидая Кронштадт перед очередной своей поездкой Слова следующие Оборону флота и место сего держать до последней силы живота Яконное и головничное тело И этот приказ свято выполнили не только в веке 18 Но и 19 и 20 не один в радости Корабль подчеркнул не один За все времена не прошло укрепление Кронштадта И не достиг Петербурга Это к примеру учебная сувна Перекоп Вот 310 если я не ошибаюсь И вот это Дальше белые носки Корабля Открывал слайдинер Киперограммическая Учебная слайдинер Также малые противолодочные корабли Вот один из них справа стоит В причальной стенке Постоянная экспозиция Музея Патриот Вход сюда платный Но и в программе нашей экскурсии У посещения не предусмотрен А мы с вами идем по Петровской пристани Именно сюда причаливала яхта императора И здесь стоял в постоянной готовности катер главного командира порта Слева от нас видны краны Кронштадтского судоремонтного завода Рыни А раньше Кронштадтского пароходного завода Здесь изготавливались паровые машины для кораблей Сделанных на версиях Санкт-Петербурга Сюда приводили на буксере корпуса И тут их доукомплектовывали двигателями Оборудованием всем необходимым вооружением И здесь из-за отраза они уже отправлялись в походе Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Крейсер Киров, Марат Которые бегли огонь по немецким позициям на юзном берегу И по ним же немцы так же стреляли и бомбили Хронштадт около 300 раз Пострадал в том числе и парк И потом его уже конечно засаживали тем что было Поэтому сейчас здесь есть и березки, и елки, и разные деревни, и дубы Субтитры делал DimaTorzok Ладно, не буду вас больше мучать История следующая Когда Петр впервые Подплыл к острову Котлин В 1703 году осенью Он увидел на берегу Трех шведских солдат, которые сидели В большом котле, варили себе обед И в общем шведы тоже увидели Ну не Петра, а русский корабль Корабль под русским флагом И видимо не захотелось им встречаться С Петром И они быстренько собрали вещи, которые у них были И убежали на другую сторону острова, где их ждала Любка А Петр, спустившись на берег, подходит к этому котлу Пробует кашу А там была пшеничная, готовая уже практически каша Людей согнал, они уже готовы были поесть Вот он попробовал вкусная готовая каша И он зовет всех своих спутников с корабля Спускайтесь, нам шведы еду приготовили Ну и все спустились, посмеялись, поели этой каши Наелись, естественно, от пуза И с того момента эта история сохранилась в мифологии В истории острова Котлин И котел вошел даже в его герб Принятый при Анне Иоанне Это была тяжелая работа И в итоге, в 19 веке, идею привез один из инженеров из Америки После стажировки Сделать дорогу из чугуна И сделали единственную в России железную в прямом смысле дорогу В Кронштадте Два километра дорогу Вот эти элементы, которые снаружи кажутся плиткой Но таковой не являются Это полуметровые элементы с замками по кромкам И они один с другим скреплены и составляют единую плоскость От начала площади и до ее конца Изначально было два километра Но во время войны часть разобрали Был заказ на производство корпусов морских мель На памятнике брата Помни войну Сам Макаров был ребенком войны Он помнил еще войну крымшую В которой воевал его отец Поэтому он эту надпись поместил в своем кабинете И ее уже повестили на память Чтобы помнить не только героизм и мужество наших моряков и солдат Но и те несчастья, ту разруху, которую несет война людям Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добро 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Николай II перенес резиденцию из Петербурга в один из пригородов, царское село, и Зимний дворец практически опустил. В 1914 году началась Первая мировая война, и по указу Николая II это огромное здание было превращено в госпиталь для тяжелораненых солдат. В больнице оно и встретило революцию. После февраля 1917 года, когда царь был арестован, в Зимнем дворце заседало Временное правительство, кабинет министров, которому перешла власть. Именно Временное правительство арестовывали участники Октябрьского мятежа, когда большая часть столицы перешла на сторону большевиков. После этого Зимний дворец превратился в музей. Посетители привлекают пышно украшенные парадные залы и великолепная коллекция искусства, насчитывающая 3 миллиона экспонатов. Центральное место в панораме Невы занимает Петропавловская крепость. Близко к воде отступают облицованные гранитом стены. Красно-синий-белый флаг – знамя приморских крепостей, развивается на мачте деревянной башенки. Золотой шпиль собора вонзается в небо, а на вершине его ларит ангел с крестом. Крепость была заложена 16 мая по старому стилю 1703 года. Эта дата считается днем рождения Санкт-Петербурга. Сейчас мы отмечаем день города 27 мая, или в последнее воскресенье мая. Земли, на которых мы сейчас находимся, издавна входили в состав Новгородской республики. В 17-м столетии страна оказалась ослаблена внутренними раздорами. И, используя этот момент, власть над Теневскими территориями захватила Шведское королевство. В 1700 году молодой и энергичный царь Петр I начинает войну за возвращение территорий. Выход к Балтике был необходим для развития государства. Захватив и разрушив шведские укрепления, царь строит новую крепость, которую называют в честь Святого Петра, со звучанием на немецкий манер – Санкт-Петербург. В центре крепости возводят собор, освященный во имя апостолов Петра и Павла. Со временем это название перенеслось на крепость, а Санкт-Петербургом стали именовать город, троящийся под ее защитой на островах. Хотя ни в одном сражении Петропавловской крепости участвовать не пришлось, в жизни города и страны она играла важнейшую роль. Внутри каменных стен, в мрачных казематах, была устроена политическая тюрьма. Сюда заключали личных врагов государя и тех, кто был увлечен в заговорах или извне государства. А с самого святого Петра и Павла стал по имени усыпальницы императора – Петра I и Николая II. Все российские самодержцы похоронены. С 1925 года крепость стала музеем истории города, а на пляже у ее стен нередко проходят художественные фестивали и спортивные соревнования. Пожалуй, самый красивый из разводных мостов Петербурга, вот который находится сейчас перед нами – Гройцкий. Он был открыт в 1903 году, в год двухсотлетия города. На конкурсе проектов победило французское бюро «Ботиньоль». Но все работы по условиям контракта выполнялись на русских заводах отечественными мастерами. Запатентованная конструкция позволила сделать металлические фермомоста одновременно прочными и изящными. Мост украшают великолепные фонари и решетка с бегущим орнаментом. В центре предмостной площади со стороны Дворцовой набережной стоит памятник Александру Суворову. За свою жизнь муководец не проиграл ни одной битвы. Современники называли его русским Марсом. А после легендарного перехода Суворова через Альпы решено было увековечить его в бронзе, как божество войны. Ближайший к площади Суворова пролет Троицкого моста – разводной. Под ним проходит фарватер – самое глубокое место Невы. Этим путем следуют ночью грузовые суда. Одно большое крыло поднимается, открывая проход шириной 43 метра. Оно встает практически вертикально, под углом 72 градуса. Гидравлическая система с электрическим приводом позволяет поднять конструкцию весом 360 тонн всего за 2,5 минуты. Над созданием Петербурга более 300 лет назад трудились в общей сложности около 400 тысяч человек. Бытует легенда, что Санкт-Петербург построен на костях, так как многие строители погибали во время работы. В большинстве своем эти выводы базировались на свидетельствах иностранцев, вероятно, не питавших особых симпатий к России и ее царю-реформатору. В 2003 году, в 300-летие Петербурга, Троицкий мост отреставрировали. Тогда же была построена каменная часовня с золотым куполом слева от моста. На этом месте в XVIII веке стоял деревянный собор во имя Святой Живоначальной Троицы, а вокруг него была первая площадь города. В 1721 году на Троицкой площади отмечали победу России в Северной войне. Перед народом зачитали мирный договор со Швецией, церкви отслужили благодарственным молейдам, чтобы принимать участие в боевых действиях. Тем не менее, орудия с «Авроры» были сняты и установлены на Булковских высотах. Таким образом, корабль защищал город во время блокады Ленинграда. Так, крейсер «Аврора» принимал участие в трех войнах – русско-японской, Первомировоз и Великой Артечественной войне. Но корабль вошел в историю совсем по другому поводу, как символ Октябрьской революции 1917 года. Одно из носовых орудий крейсера произвело выстрел, что и послужило сигналом к штурму Зимнего дворца. Эта версия активно пропагандировалась в советское время. Но, как выясняется, было это не совсем так. Самый легендарный выстрел был сделан в качестве предупреждения, стоявшим рядом кораблям. Настоящим же сигналом для штурма Зимнего стали два выстрела из Петропавловской крепости. После снятия блокады Аврора была отремонтирована и заняла место своей постоянной стоянки здесь, на набережной, чтобы стать плавучим музеем – символом революции 1917 года. По левому борту вы можете увидеть желтое здание с установленным перед ним памятником Альфреду Нобилю. Своим расположением монумент обязан принадлежавшим семье Нобилей дому и бывшему заводу «Русский дизель» на другом берегу Большой Невки. Бронзовый монумент был открыт по инициативе шведского Нобелевского фонда на средства Международного фонда истории науки. Скульптурная композиция выглядит необычно. В ней, как будто в стоп-кадре, застыли бесформенные куски металла, символизирующие по замыслу создателей древо жизни, оберегаемое птицей, символом Святого Духа от разрушения и сил зла. Некогда семья Нобилей была невероятно известна в нашей стране, а также во всем мире, как могущественная династия промышленников. Среди представителей этой семьи больше других стал известен Альфред Нобиль, которому принадлежит изобретение мощной взрывчатки – динамита. Альфред Нобиль был удивительным человеком, умным и талантливым. Он стал автором 350 изобретений, среди которых динамит, детонатор и бездымный порох. Совместно с братьями Альфред владел половиной мирового объема добываемой нефти. Никогда не был женат, не имел ни детей, ни друзей, был углем и ни людей. Удивительно, но король взрывчатки был убежденным пацифистом. Нобиль был уверен, что способствует своим бизнесам, сохранению мира на Земле, и сильно противился использованию своих открытий в военных целях. За свою жизнь Альфред Нобиль накопил внушительное состояние, делиться которым пожелал необычным способом. Он передал свои средства специально учрежденному для этой цели фонду, который, согласно его завещанию, должен давать деньги ученым, сумевшим совершить важное открытие. Принять решение об использовании накопленного капитала таким образом Нобиля сподвигла трагическая ситуация в семье и казус, произошедший впоследствии. В 1888 году умирает его брат, Людвиг. Во многих газетах совершили оплошность, написав о смерти именно Альфреда. Живой изобретатель пребывал в недоумении, питая в прессе свои некрологи, в которых он именовался миллионером на крови и торговцем смерти. Именно после этого случая Альфред Нобиль захотел остаться в человеческой памяти навечно, и не злодеем мирового масштаба. Его завещание гласило, «Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премии тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству». Налево от Гренадерского моста, рукавом, разделяющим Петроградские и Аптекарские острова, отходит река Карповка. Есть все основания предполагать, что название реки появилось в результате беглого, неточного произношения финского названия этой речки – Карпиоки. В звуковом преобразовании, вероятно, сказалось и влияние русского имени – Карпиок. Поэтому название реки Карповки восходит к финским словам, которые могут быть приведены двояко – «Лесная речка» или «Воронья речка». Новое общественное пространство, которое недавно появилось на набережной, стало первым в городе, в проектировании которого приняли участие сами жители района. На Карповке появились цветник, спуски к воде, скамейки, арт-объекты, велодорожки, амфитеатр, фото-зона, детская площадка, велопарковки с ремонтной станцией, и этическая скульптура с дополненной реальностью, горошки для птиц и спуски для отдыха. На территории высажено большое количество красиво цветущих деревьев – яблоны, рейшин, веревнух и слиз. Настранство превратилось в шуток организма, которое может меняться, если этого захотят жители района. Слева от нас находится аптекарский остров. Сначала этот остров называли лесным, вороньим или диким. В начале 18 века на острове был разбит аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. После того, как на нем расположилась главная аптека России, остров получил название «Аптекарский». Долгое время он являлся практически собственностью главной аптеки и медицинской канцелярии. На нем, по указу Петра I, селились только служащие этих ведомств. Здесь, на специальном огороде, аптекари занимались выращиванием лекарственных растений, которые после сушки и обработки поступали в городские аптеки. В дальнейшем огород превратился в роскошный сад, который в 1823 году был переименован в императорский ботанический сад. При нем были созданы библиотека и ботанический музей с уникальной коллекцией засушенных растений. Сотрудники ботанического сада вписали свою героическую страницу в спасение растений во время Великой Отечественной войны. Во время блокады служащие сохранили более полутора тысяч растений, жертвуя своими жизнями. В их числе знаменитая царица Ночи, привезенная в Северную столицу еще в 1824 году. Некоторые из спасенных экзотических растений и сейчас находятся в оранжереях. В общей сложности за годы блокады на оранжереи обрушилось 50 зажигательных бомб и 85 снарядов. В таких условиях погибли все тропические растения. Выжить смогли только неприхотливые кактусы. В настоящее время в саду растут более 7,5 тысяч видов растений, в том числе и самых экзотических уголков нашей планеты. Среди них водоносящие манго и какао, кофе и тропическая слива флакуртия, бананы и цитрусовые, инжир и фельхор, гранат и другие интересные экземпляры. В феврале здесь цветут австралийские акации, весной – азалии. Коллекция древесных и травянистых растений в открытом грунте считается гордостью сада. Установленные еще Петром традиции, на острове находятся многочисленные медицинские и учебные заведения. Это и первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова, Институт мозга человека имени Бехтеревой, Химико-фармацевтическая академия, Институт экспериментальной медицины, ИГРИПа имени Смородинцева. Очень долго Аптекарский остров являлся модной дачной местностью. Здесь были построены аристократические усадьбы и разбиты парки. Именно на казенной даче на Аптекарском острове революционеры пытались убить председателя Совета Министров Петра Столыпина. В результате взрыва пострадали более ста человек. Серьезную травму получили 12-летняя дочь и трехлетний сын Столыпина. В память о жертвах на месте теракта был разбит седник. Аптекарский остров богат на мосты. Он соединен Каменоостровским мостом с Каменным островом, Пентемировским и Гренадерским мостами с Выборгской стороной. Через реку Карповка построено 7 мостов. Молодежный, Барочный, Карповский, Геслеровский, Силин, Тропаловский и Аптекарский. По мнению петербуржцев, а также гостей из Санкт-Петербурга, Аптекарский остров является одним из красивейших районов города. Слева Вы можете увидеть стальную башню, построенную для теле- и радиовещания на Ленинград, Ленинградскую область 60-е годы 20-го века. Аптекарский остров, на котором расположена телебашня, в историю города вошел как место, где ставятся удачные эксперименты и где процветают науки. Так что инновационное, технологически-передовое сооружение телебашня прекрасно вписалось в местный ландшафт не только визуально, но и по своей сути. Ленинградская телебашня была признана идеалом для своего времени. На ее лекалам в 70-х и 80-х годах было построено несколько передающих вышек в России и Замбежон. Конструкцию башни, расположенную в то же время ажурную и элегантную, невозможно забыть. Фундаментом башни служат 7 правильных шестигранных пирамид. Само сооружение представляет собой цельносварную конструкцию без болтовых соединений. Башня скреплена 9 жесткими площадками. В середине шахта для страстных лифтов. На высоте в 200 метров расположено трехэтажное сооружение прозрачными стенами, стаканом. Внутри аппаратура, наверху смотровая площадка. До середины 90-х туда водили экскурсии. Поход на вышку был целым событием. 16 метров 27 сантиметров и весив в 1263 тонны, что на 4 метра выше и в 7 раз легче Эйфелевой башни. Высота башни несколько раз менялась в зависимости от того, какая антенна стояла на верхушке. Так, в июне 2011 года была проведена уникальная операция. С помощью вертолета на башню водрузили новую широкополосную антенну цифрового телевещания. В результате рост вышки увеличился и составил 326 метров. Но за прошедшие 55 лет в Европе и России было построено столько высотных сооружений, что наша башня теперь даже не самая руслая в родном городе. Недавно ее обогнал гигант в Лахте. Санкт-Петербургская телебашня уже отметила полувековой юбилей, но по-прежнему остается в зоне веренного приема. За Пятимировским мостом вправо уходит Черная речка, являющаяся притоком Большой Невки. Ак доктора пытались уменьшить кровотечение. Главное обвинение, которое звучит в адрес врачей Кушкина от Батонков, почему не была проведена операция? Но никто из врачей, которые были рядом с Александром Сергеевичем, не решился взять в руки скальпли. Если бы эта драма произошла в современных условиях, вероятность того, что поэт остался бы жив, составляет как минимум 80%. Знав, что его ранение смертельно, Кушкин отправил Николаю Первому последнее письмо. В своем обращении он изменялся за то, что нарушил императорский запрет на участие в дуэлях и желал царю долгого и счастливого царствования. Николай ответил, что прощает Кушкина и обещает позаботиться о его жене и детях. Царь сдержал свое слово. Он выплатил все долги поэта, назначил Наталье Николаевне пожизненную пенсию, выделил средства на воспитание детей Кушкина и издал его сочинение о государственной счете. По правому борту по сторонам каменной лестницы, ведущей от набережной Малой Невки к воде, старайтесь разглядеть темные фигуры сфинксов, которые украшают набережно. В начале XIX века Европа охватила увлечения восточной культурой, именовала она и Санкт-Петербург. В Павловске появляется египетский вестибюль, в царском селе египетская пирамида и ворота, а в самом городе египетский мост, сфинксы на Университетской и Свердловской набережных. Так вот, эти сфинксы являются первыми отливками к сфинксам, установленным на египетском мосту. За фигурами сфинксов виднеется двухэтажное здание. Это дача принца Ольденбургского. После революции здание было национализировано и переоборудовано под коммунальные квартиры. К сожалению, большая часть внутреннего убранства дворца была уничтожена. Дача несколько раз горела и перестраивалась, а совсем недавно, в 2019 году, была продана на торгах за 135 миллионов рублей. Песочная набережная территория с живописным садом, с прудами и протоками. Когда-то в этих местах находилась усадьба семьи Лаваль, служившая местом встречи декабристов. Позднее, уже в советское время, территорию дачи Лаваль уделили на дачные участки. Что касается внешнего вида набережной, укрепление берегов на первом участке песочной набережной началось в начале 20 века. В конце 1950-х на берегах установили гранитное перильное ограждение. Благоустройство набережной в ее нынешнем виде началось в 1968 году. И в 1976 году был сдан последний участок песочной набережной, до устья реки Карповки. Тогда же построили молодежный мост, ставший продолжением набережной. Среди наиболее интересных построек на песочной набережной стоит назвать павильон гидрометеорологических наблюдений, ленинградский дворец молодежи, а также дом художников. Со стороны дома художников обустроен парадный спуск к воде, который украшают каменные маски львов. Справа по борту расположился Крестовский остров. С севера остров ограничивает река Средняя Невка, с юга – река Малая Невка, с северо-востока – река Крестовка. Западный берег острова выходит на Финский залив. С Петроградским, Петровским, Елагиным и Каменным островами Крестовский остров связывает систему мостов. На северо-западе от Крестовского острова грибным каналом отделен бычий остров. Для нас с вами будет интересна история происхождения названия острова. Существует несколько легенд происхождения такого названия. Одно из них – Крестовским его стали именовать, потому что когда-то на нем стояла часовня с огромным христом. По другой легенде считается, что на острове во время строительства особняка для Натальи Алексеевны, сестры Петра Первого, был найден Большой Крест. Также остров мог быть назван Крестовским из-за крестообразного озера в его центре. Почему Крестовский остров получил именно такое название, утверждать сложно, но вот о том, кто был его первым владельцем, можно сказать наверняка. Петр Первый презентовал его Александру Даниловичу Меньшикову, позже его владельцы неоднократно менялись. С 1803 года по 1917 год Крестовский остров принадлежал нескольким поколениям князей Белосельских-Белозерских. По именам членов этой семьи назван ряд улиц острова. Белосельский переулок, Еленинская улица, Константиновский проспект, Константиновский переулок, Ольгина улица, Эсперова улица, Эсперов переулок. Острова всегда являлись любимым местом отдыха горожан и одним из популярных мест проводок заходящего солнца. Одной из традиций в купеческих семействах были прогулки на лодках по островам. В воскресенье нагруженные провизией, самоваром и посудой семьи посаживались на одном из спусков на фонтанке или мойке в лодку и в сопровождении двух гребцов-перевозчиков отправлялись пить чай под елки на острова. В начале 20 века петербуржцы так и говорили «поехали на острова». Это означало, что по очереди объезжались острова Каменный, Крестовский и Елагин. Иностранцы, побывавшие в Петербурге на островах, писали «Зачем вам русским Баден-Баден, когда у вас есть свои острова?» На Крестовском острове по-прежнему сохранились места для отдыха, занятий спортом и развлечений. Следуя традициям, летом петербуржцы предпочитают водные прогулки на теплоходиках по Неве и Финскому заливу. Зимой катаются на островах на пони и лошадях, на американских и русских горках. Поэтому строительство парка и развлечений «Дива-остров» на Крестовском острове стало закономерным продолжением петербуржской традиции начала 19 века. В парке есть семейные и экстремальные аттракционы, развлечения для малышей, колесо обозрения, откуда открываются потрясающие виды на острова и Финский залив. Крестовский также является центром спортивной жизни города. Еще во второй половине 19 века на острове появляются такие спортивные объекты, как общество грибцов, центр лаун-тенниса, клуб любителей парус-навигаты. В советское время на острове было построено несколько стадионов. Это знаменитые стадионы «Динамо» и «Нива», стадион имени Кирова, который в недавнем прошлом был перестроен в главную спортивную площадку города – стадион «Газпром-арена». Сегодня Крестовский остров является одним из любимых мест отдыха гостей и жителей города. Парки отдыха и развлечений, спортивные объекты, кафе и рестораны, благоустроенная набережная и тягивают горожан провести свободное время на острове. Площадь Крестовского острова не такая уж и большая, чуть больше 4 квадратных километров. Но именно здесь находится самая дорогая земля Санкт-Петербурга. И движимость на Крестовском – это показатель престижа, хорошего вкуса, высокого качества жизни. Эта территория уже давно обрела особый элитарный статус. Расположенные на острове современные жилые комплексы соответствуют современным требованиям комфорта. Но в то же время транслируют классическую архитектуру и исторический дух. За Большим Петровским мостом справа находится первая пешеходная набережная в Санкт-Петербурге. В 2018 году прибрежная часть Приморского парка Победы в Санкт-Петербурге значительно преобразилась к чемпионату мира по футболу. Пространство обустроили обширным деревянным настилом, на нем разместили скамейки и шезлонги, поставили столы для бинг-понга, рядом сделали песочную зону для игр и разбили небольшой парк. Сегодня это место с потрясающим видом на Финский залив является одним из любимых мест отдыха петербургцев. По правому борту открывается вид на один из самых больших стадионов России – Газпром-арену. Ее еще иногда называют приземлившейся в городе летающей тарелкой. Японскому архитектору Кисио Куракаве удалось эффектно вписать сооружение в ландшафт Крестовского острова и отразить историю вилокоспорской столицы, видимо, на четверг на крыше стадо. В итоге родилась новая достопримечательность Петербурга, которую приезжают посмотреть даже те, кто не интересуется футболом. А спортсмены и болельщики получили отличный стадион с оптимальными условиями для игр. На стадионе можно проводить не только футбольные, но и хоккейные матчи, а также массовые мероприятия самого разного типа. И делать это круглый год, независимо от погоды. Газпром-арена – самый северный из всех стадионов, в которых есть сразу две опции – это выезжающее поле и открывающаяся крыша. Из интересных фактов об арене следует отметить, что вместимость стадиона составляет 68 тысяч человек. Более 80 тысяч зрителей побывало на Газпром-арене в течение одного дня во время проведения хоккейного шоу в декабре 2018 года. 1 сентября 2019-го на Газпром-арене был установлен новый мировой рекорд, в котором гимн России исполнили 8079 музыкантов и многонациональный хор из более чем 20 тысяч участников. Еще интересно, что площадь крыши стадиона в три раза больше Красной площади. Вес всех металлоконструкций превышает вес трех эйфелевых башен. А чтобы закрыть или открыть крышу в безветренную погоду, требуется 40 минут. Одной из главных особенностей Газпром-арены является натуральное поле. Вырастить качественный футбольный газон в северном климате – очень сложная задача, учитывая, что часть года поле проводят под крышей, а часть – на улице. Для быстрой игры футболистам нравится короткостриженный газон, а мокрый газон является условием, чтобы во время игры мяч летал по полю. Сейчас стадион живет и является предприятием непрерывного цикла. Это мега-объект, он обслуживается довольно большим количеством сотрудников. Сотрудники стадиона делают все возможное, чтобы командам и зрителям было комфортно. Проходя по нашему маршруту по многочисленным каналам нашего города, не каждый задумывается о том, что не все из них естественные. Со времен основания города из малых рек сохранились река Мойка и Фонтанка, Канал Грибоедов, а вот Крюков канал и Зимняя канавка были прорыты искусственно в первой четверти 18 века для осушения территории в целях противопожарной безопасности и для решения транспортных проблем. В Завантово в Москве находится Финский зал. Среди глубина 28 метров. Максимальная спорта 120 метров. Крюки на Финском заливе черпаются сополями, глубина которых всего 2 метра. И возникает вопрос, как же здесь проходит территория Финского залива. Чаще всего мы пользуемся корабельным и петровскими фарватерами. Конечно, нельзя обойти вниманием. Самый северный в мире и самый высокий в России и Европе лейбоскреб Лахта-центр, который расположился на берегу Финского залива. В силуэте Лахта-центра можно увидеть и завернутый цветок, и пламя, и ледяной торос, и шпиль, возвращающий нас к истории Петербурга. Кто бы как ни относился к современному небоскребу Лахта-центр, он уже занял свое место в современной архитектуре и со временем будет оказывать еще большее влияние на облик города, нравится многим. Петербург, Лахта-центр, Субтитры делал DimaTorzok Остров Декабристов 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 праздников. Среди городской скульптуры Санкт-Петербурга вещи всего встречаются ангелы. Всего их насчитывается в городе более трех тысяч. В Петербурге есть три главных ангела и хранителя города золотой, серебряный, бронзовый. Первый ангел появился над городом при Екатерине II и венчает шпиль Петропавловского собора. Ангел смотрит с высоты на город и защищает жителей от всякой нечисти. Серебряный ангел глядит на город с купола церкви Святой Екатерины на Васильевском острове у Тучкова моста и благословляет народ. Третий, бронзовый ангел, расположен на Дворцовой площади. Попирая змея, он смотрит с вершины Александровской колонны и наблюдает, нужна ли помощь городу. На Нарышкином бастионе Петропавловской крепости со стороны Невы построена небольшая деревянная башенка с высоким шпилем. На ней развивается необычный красно-бело-синий флаг, так называемый Гюис. Этот флаг придумал сам Петр I, специально для военных кораблей, первых-вторых рангов и морских крепостей. На красное полотнище, разделенное узкими белыми полосами на четыре части, наложен косой, синий крест. Тем был Андрея Первозванного. Легенде, апостол Андрей во время своих здравствий посетил земли, где позже образовалась Русь. И первое крещение местных жителей приняли именно от него. Традиционно он считается покровителем российского флота. Основной морской флаг, белый-синий крестом, снимается сейчас на корме корабля. А Гюис на особое время стоянки, на неподвижных военно-морских объектах, таких как ворты, крепости. А что вы видите за себя не смогу? Что-то надо сделать, вот такие единицы перед arthritis. Однажды не хотим спинуться связаны. Не дочистую, не дочистую. Здесь получите запись. Будьте лежать. Отдепление, довольно почистен и на протезе упорочек состоят и Санкт-Петербург 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 В конце 1916 года, когда была готова только инженерная конструкция моста, его открыли для движения в недостроенном виде, без декоративного оформления, временными деревянными перилами. Чугунные перила и декоративное украшение моста появились уже в советское время, соответствующий тому времени символикой. Клина моста 253 метра, он 5-пролетный. Разводной пролет двукрылый шириной 56 метров, один из крупнейших в мире. Масса металлических пролетных конструкций более 4800 тонн, противовесов 2800 тонн. Мост разводится с помощью современной гидравлической системы. При разводке противовесы опускаются в котлован на глубину до 2 метров, ниже ординара, и весь цикл разводки занимает не более 5 минут. Зимний дворец был построен по проекту гения стиля русская барокко архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. До 1904 года В центре предмостной площади со стороны дворцовой набережной стоит памятник Александру Сурману. За свою жизнь руководец не проиграл ни одной битвы. Современники называли его русским Марсом. А после легендарного перехода Суворова через Альпы решено было увековечение нынешнего Троицкого моста появилось в начале 19 века. Это был наклавной мост, расстоявший из деревянных барок плашкоутов и пересекавший Неву от домика Петра I до летнего сада. До 1930-х годов. Троицкому мосту уже более 100 лет, но он остается одним из самых протяженных в центре города. Его длина 582 метра. На ней 10 пролетов, один из которых однокрылый разводной у левого берега Неву. Более чем на 20 лет раньше Троицкого был построен Литейный мост, расположенный в следующем по ходу движения теплохода. Р нервный и на 19 века. Моста Квейдия Более чем на 40-ти кああом, расстояние первого конца и на 100-ти киева. Неву, на 12 века. Более чем на 800-ти киев. Пусть в Куринота, пустым любимых киев и на 10-ти киева с дамок. От киев и на 11-ти киев доводной инститетия, Существуют в Альпопресс νево Horizonte и на towers. Красный домик был только Киев. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok